Я думаю, на Россию это никак не повлияет. Нам наоборот, мне кажется, выгодно, чтобы Европа была разрознена. Это выгодно всегда. Хочешь править, как говорится, миром, сделай так, чтобы все были разрознены. Как вот старается Америка, мне кажется, да, вот, чтобы все друг с другом не дружили. Тогда управлять легче. Но это мое мнение, вот, обычного человека, то есть, который не особо политикой увлекается. Среднецессистически. Но смотрю новости. Но мне кажется, что если Европа будет, ну, каждая страна отдельно, сама по себе, то мы, Россия, как огромная держава, от которой все же зависит из-за природных ресурсов в Европе, отчасти, с каждой страной нам по отдельности будет легче выстроить диалог. Мне так кажется. Вот. И то, что в Европе происходит, в принципе, по большому счету, нам не холодно, не жарко. Мы сами по себе. Мы, по большому счету, от них мало в чем зависим. Это они скорее от нас зависят. У нас, нам выгодно с ними сотрудничать. Но если их не будет, как говорится, с вами хорошо, но без вас тоже ничего страшного. Но это мое мнение. Вот. Что касается нам, самое главное, наверное, сегодня выстроить отношения с Америкой. Потому что в любом случае это мощная держава. Нам ее не обогнать никогда. Это надо понимать. Потому что, во-первых, нас меньше в два раза численность населения. Во-вторых, у них структура политическая выстроена так. Я считаю, что вводить надо законы в России, как в Китае. Расстреливать публично тех, кто ворует. Тех, кто нагло себя ведет. Вот эти миллиарды, миллионы национального достояния. Как это так? Это же наша общая с вами денюжка, которая должна была пойти на оборону. Или еще куда-то, или еще куда-то. И вот так как-то замыливать все это. То есть как-то неудобно еще что-то. Извините. За телефон, который гастарбайтер отбирает на улице, ему дают два года. И я плачу за это налог, чтобы его содержать в тюрьме. А за миллиарды, за миллионы какие-то условные. Я считаю, что это огромный минус нам. И в Америке такого нет. Везде есть воровство. Коррупция на не таких масштабах. У нас ее стало меньше, соглашусь. Но еще работать и работать. И мне обидно, потому что я из простой крестьянской семьи. Я вижу, как люди мучаются. Отчасти сами виноваты. Никто не спорит. Пьют, сидят на печке, ничего не хотят. Это отдельный вопрос. Но еще есть люди, которые хотят. Которые хотят работать, хотят жить, хотят развиваться. Ведут здоровый образ жизни. И они тоже попадают в замкнутый круг. Они не могут вырваться вперед. Потому что в нормальный вуз без денег не поступишь. Квартиру сейчас сложно получить. Невозможно практически. То есть очень тяжело людям живется.